всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале огромное спасибо что заглянули я сегодня пробую новую доставку и опять мои соседи сверху в общем здесь у нас картошка фри необычная очень интересном соусе айран фанта взяла один таком вам в начале видео подробно все это показала небольшая интересная шаурма и томбик и два соуса один из которых должен был быть чесночный мне видимо положили просто майонез да к сожалению это просто майонез меня не было на канале где-то по моему неделю я была в деревне я вам уже рассказывал про то что мой друг детства женился точнее он был обручен и у него 10 числа была свадьба и мы с мамой были там у меня и у подруги у ребенка было 40 дней туда тоже меня позвали но к сожалению пришлось выбирать в общем свадьба прошла хорошо я вам сегодня расскажу немножко про традиции которые есть у нас в деревне от которых я немножко была в шоке в общем сегодня подробно будем обсуждать многие думают что здесь как бы жених и невеста друг друга не видят нет они видят они общаются узнают друг друга но в деревнях как правило как у нас здесь в городе ходить на свидание общаться такого нет даже когда невесту забирают жених не не заезжает то есть без жениха свадьба была просто во дворе не в ресторане как мы привыкли здесь у нас в городе женщины мужчины сидят отдельно даже гости и самое главное очень хорошо помогают соседи то есть вы официантов там поваров не нами не нанимаете потому что соседи вам помогают я тоже поехала естественно помогать но с этим так как я не особо разбираюсь так как людей было много поэтому моя помощь была не настолько значительно нас за два дня до свадьбы уже начинается масштабная подготовка в огромных казанах огромным объемом готовится естественная еда для гостей причем гости приходят где-то в 12 в час поэтому встать нужно рано и у них на свадьбе было очень много приглашенных столько машин у нас во дворе никогда не было ну как во дворе на улице и вечером начинаются танцы а строится палатка которая берется как правило в аренду да и вообще все атрибуты ложки вилки все это берется в аренду раньше и палатки были другие сейчас я смотрю такие красивые стали палатки так сейчас мы будем кушать тако он немножко отличается от того что готовим мы дома надеюсь что не развалится надеюсь что вам все видно потому что я себя не вижу я снимаю на телефон кстати я решила продать одну из своих камер а точнее canon 700d она в отличном состоянии она прекрасно работает отслужила мне в последнее время очень много контента я снимаю чисто на телефон так и вкусно поэтому я решила свою камеру продать кому интересно обязательно пишите на мой азербайджанский инстаграм оставлю его внизу в описании под видео цена 350 монат у меня canon 700d ни разу не была на ремонте не на ремонте а в ремонте ни разу не была не вскрывалась я ее ни разу не роняла потому что чисто она у меня всегда на штативе была и всегда я на нее снимала мукбанки раньше а сейчас у меня и другая камера canon есть еще плюс телефон еще вышел айфон 16 и мне прям знаете руки чешутся сейчас конечно слишком дорого стоит но через пару месяцев можно раньше я пользовалась андроидом мне в комментариях писали допереди ты уже наконец-то на айфон один раз купишь айфон всю жизнь их будешь покупать я решила купить и это просто любовь обожаю я прям действительно как будто из голодного края все этот у нас закончился я сижу снимаю мукбанки твиксик так на меня смотрит голодным взглядом как будто он не кушал а он кушал причем я его кормила поэтому я знаю в общем все соседи дарят деньги нет такого понятия что кто-то например подарил деньги а кто-то решил подарить какой-то подарок никто никогда на свадьбу не дарит подарки это уже как традиция все дарят деньги я тоже подарила денежку в общем день свадьбы невесту никто не видит невесту видят на следующий день это как бы такая традиция у невесты была как бы своя свадьба где-то неделю за основной свадьбы то есть в общем бывает две свадьбы одна свадьба девушки а другая свадьба парня причем на свадьбе девушки невесты жених присутствует а на свадьбе жениха по большей части невесты не бывает ее просто приводит и она дома а потом уже на следующий день утром такая типа традиция что невеста вышла в свет и все приходят посмотреть на невесту невеста наливает всем гостям чай и каждый гость за ее чай дает деньги как я поняла кому интересно увидеть невесту на следующий день они заглядывают на чай но и обязательно нужно подарить денежку очень вкусно вот эта шаурмани очень вкусная атако супер вообще в деревнях очень сильно традиции отличаются от наших городских у нас совершенно по-другому я вообще смотрю что с каждым годом люди в городе все меньше людей приглашают на свою свадьбу некоторые кто-то просто в загсе расписывается и все то есть вот эти классические кавказские свадьбы кучи гостей со свадебными картежами это все остается как-то в прошлом так что вот так дальше у нас здесь томбик выглядит аппетитно давайте немножко миска дадим твиксику а то он ждет ждет пока закончится мупанг он тоже мог что-то попросить кушает значит хорошее мясо в деревнях еще знаете что сложно ты спокойно живешь например в деревне никого не трогаешь и постоянно у соседей свадьбы и тебе нужно обязательно не ходить потому что это как-то некрасиво когда ты не идешь кому-то на свадьбу если тебя пригласили и так получается что в течение лета то что ты зарабатываешь ну где-то наверное половина чисто уходит на свадьбу а с финансовой точки зрения это очень сложно потому что люди там не так много зарабатывают то есть некоторые мои зрители из других стран спрашивали а почему нельзя просто пойти на свадьбу ничего не подарить это считается как дурной тон то есть ты не можешь себе это позволить ну в общем после того как все покушали все гости пришли кто-то уехал обратно а кто-то остается на вечер и вечером самое интересное это танцы вокруг этой палатки ставят стулья самые обычные пластмассовые стулья и начинаются танцы выходит и жених и все танцуют и невесты опять кстати нет невесты только на следующий день вот так вот так же как правило у невеста бывает приданная это спальный гарнитур какая-то посуда телевизор возможно даже холодильник то есть всегда девушка выходит замуж обязательно с приданным вот это кстати традиция мне очень не нравится не нравится в каком плане не потому что мне тоже придется покупать приданное просто я вижу что люди у которых даже нету возможности они пытаются соответствовать этим традициям и влезают в долги и покупают все необходимое чтобы их дочери не сказали что вот ты пришла без приданного я считаю что родители не обязаны обеспечивать ни приданным ни жильем молодые сами должны беспокоиться о таких моментах на этом все пожалуй я наелась было очень вкусно я вам потихоньку буду переводить влоги и публиковать их тоже возможно сегодня выложу или завтра а вам огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться пока 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 пока